Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Руководство Skyway официально пригласило делегацию правительства региона Ломбардия, где недавно критиковали проект струнного транспорта посетить конструкторские бюро и производство ЗАО «Струнные технологии». Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». Сегодня очередь управления интеллектуальных систем. Информационная служба Skyway поговорила с ведущим инженером-программистом конструкторского бюро «Бортовые системы управления Дмитрием Уласана» о том, как продвигаются испытания тропического юникара. Конструкторские бюро производства и экотехнопарк ЗАО «Струнные технологии» посетила делегация деловых кругов Малайзии. Расскажем о том, какую пользу технология Skyway может принести малайзийскому региону. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Неделю назад информационная служба Skyway рассказала о критике проекта в итальянском регионе Ломбардия. Недавно ответ оказался услышанным критиками Skyway, которые изучили актуальные презентационные материалы проекта. Однако комментарии со стороны главного оппонента Skyway мы не упоминаем имен, чтобы не создавать информационного повода, остались критическими. В связи с этим руководство Skyway официально пригласило делегацию правительства региона Ломбардия посетить конструкторские бюро и производство ЗАО «Струнные технологии», чтобы убедиться в реальности технологии и получить ответы на все свои вопросы. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». И сегодня затронем самое футуристичное управление ЗАО «Струнные технологии» — управление интеллектуальных систем. Проектная организация Skyway следует мировым трендам, поэтому разработчики не обошлись стороной и автоматизацию управления транспортным комплексом. В струнный транспорт изначально была заложена возможность управления с помощью искусственного интеллекта. Интеллектуальная система струнного транспорта позволит не только дистанционно контролировать движение самих модулей, но и самостоятельно сможет принимать решение, что делать в конкретных ситуациях. Распознавание объектов на трассе с помощью машинного зрения, различные датчики на путевой структуре и транспортном модуле, интерактивная система взаимодействия с пользователями, неполный список разработок управления. Чтобы лучше разобраться в этой теме, информационная служба Skyway поговорила с начальником управления интеллектуальных систем, Евгением Родченковым. Полную версию интервью читайте на нашем сайте. Два месяца назад мы впервые рассказали о новинке подвижного состава Skyway Unicari в тропическом исполнении. Эта модель разрабатывается в рамках проекта по строительству струнного транспорта в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Шаджи, Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда мы посетили собственное производство ЗАО «Струнные технологии» и побеседовали о назначении и особенностях разработки новой модели с начальником управления подвижного состава Андреем Зайцевым. Недавно тропический Unicar U4 431-01 поступил на испытания в экотехнопарк Skyway. На нашем сайте вы можете посмотреть полную версию интервью с ведущим инженером-программистом конструкторского бюро «Бортовые системы управления» Дмитрием Уласиным о том, как продвигаются испытания и чем знакомый гостям эко-фесту Unicar отличаются от тропической модели. На днях конструкторские бюро производства и экотехнопарк ЗАО «Струнные технологии» посетила делегация деловых кругов Малайзии. Члены делегации тесно сотрудничают с правительством своей страны в развитии транспортной инфраструктуры штата Пинанг. Малайзия в целом характеризуется одним из самых высоких в Азии темпами экономического развития. С 1957 по 2005 год среднегодовой прирост ВВП составил более 6%. После экономического кризиса в Азии начавшаяся в 1997 году экономика Малайзии восстановилась значительно быстрее, чем в соседних государствах. В последнее время Пинанг стал одним из самых посещаемых мест в Азии – основным центром проведения бизнес-форумов. Наряду с туризмом основой экономики штата являются высокотехнологичные производства. Именно здесь расположены предприятия крупнейших международных производителей электроники – AMD, Intel, Motorola и многих других. На нашем сайте вы можете посмотреть интервью, в котором члены делегации рассказали, какую пользу технология SkyWay может принести Малайзийскому региону. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...